Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я пригадую навіть одного разу В обласному центрі Добавил DimaTorzok 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 А он так голосно перед всем, как только я прошу не сгубить закладку И это перед всем, как раз открывает, а там 100-доларова копьера Всего, что же я не брал Библию, а разминялся на 20, так дешево Я не раз говорю, берите Библию, будете благословенны на все 100 Живите по ней, выполните, любите ее, будете благословенны Аминь Читаю Божие слова У перший день тижня прийшла до гробу Марія Магдалина вранці Як ще було темно, і бачить, що камінь відвалений від гробу Отож біжить і приходить до Симона Петра і другого учня, которого Ісус любив І каже їм, взяли Господа з гробу і не знаємо, де поклали його Негайно вийшов Петро і другий учень та пішли до гробу Вони бігли обидва разом, але другий учень біг швидше за Петра І він прибіг перший до гробу і, нахилившись, бачить, лежать пелени, але не увійшов Тоді Симон Петро приходить слідом за ним і, увійшовши в гріб, бачить пелени, що лежали там І хустина, яка була на голові його, лежала згорнена не з пеленами, а осторонь в іншому місці Тоді увійшов і другий учень, котрий перший прийшов до гробу і побачив і увірвав Бо ще не розуміли списання, що він має воскреснути з мертвих І учні повернули знову до себе А Марія стояла біля гробу і плакала І, плачучи, вона нахилилась до гробу І бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи в один головах, а другий у ногах Де лежало тіло Ісусове І вони питають їй, жінко, чого плачеш? Вона відповіла їм, взяли мого Господа І я не знаю, де поклали його І, сказав завши це, вона обернулась І побачила Ісуса, що стояв Та не пізнала, що то Ісус Ісус спитав їй, жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому Пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти поклав його? І я візьму його Ісус їй сказав Марія А вона обернулася і сказала йому Равуні, що означає учителю Брати і сестри Спрочитано текст Ми бачимо яскаву картину Марія розчарована Прийшла Немає Розбиті горем Придушені тим тягарем Тими всіма подіями, що сталися Вони не мали спокою Я знаю, що сну не було і раненько До сходу сонця бігли А тут приходять камінь Відвалений порожній гріб Нема Біжать бігом Петро і другий учень каже Слухайте, забрали Навіть тіло нема Де ж воно біжать бігом Переполохані Що таке? Один зайшов Нема Тільки подивився Немає Петро зайшов І побачив Пелений окремо Хустина лежала Окремо Згорнена Знаєте, як то буває Знімають, кинули А то згорнена Я не раз собі думаю Чому Дух Святий повелів Так записати А ви знаєте Там ховається одна таємниця Всі євреї По сьогоднішній день Якщо слуга служив Біля свого пана Він прислуговував біля столу І він стояв осторонь Дивився, як то їв А потім Коли він брав хустину Витерся І отак її просто кинув То цей слуга знав Що вже він їсти не буде Що можна все прибирати А якщо він бачив Що він хустину цю згорну Гарненько поклав Значить, він повернеться ще Хоч він пішов Брати і сестри Цим показано Він повернеться Чуєте, прийде Чому він повернеться? Не вмирати, ні Він повернеться взяти Своїх вибраних Алілуя Я навіть пригадую Вчора нас один брат з Польщі Проповідав І казав Що один хлопчик Батьки, якого всиновили Був у школі А діти, які мали батьки Сміялися з нього О, ми маємо законних батьків А ти не маєш І він прийшов Так обличчя опущене Сумний А батько помітив Каже Синку, що з тобою? Що таке сталося? А він розказав батькові Що з мене сміються Що я не маю батьків Що я не ваш А той батько мудро відповів Каже Синку, слухай Їхні батьки Які вони не родились Чи гарні Чи негарні Ну то забрали Мусили забрати Ну бо шо ж А ми ж, каже Тебе вибрали Брати і сестри Ми є сьогодні вибрані Нашим Господом Чуєш? Ти не є який-нібудь Ти є вибраний Ти є вибрана Господом Ісусом Може ти цього не знав Може ти придушений горе І ти думаєш Ти залишений Бог тебе не любить Ні, він тебе любить Який ти не є Він вибрав тебе Серед усіх І ти подякуй йому Що сьогодні він вибрав тебе Що ти маєш сьогодні Право називатися його сином і дочкою Барія стояла, плакала Не мала виходу Не знала, що робити Але чує Голос Марія Братисестрі Як буває часто Туга Закриває очі Часто люди Каються Тупік Немає виходу Все Люди поставили Крапку Але чує Сьогодні він до тебе Каже Хто б ти не був Що він тебе любить Ти є вибраний Алілуя Ми зараз були Молитися дякувати За те право За його воскресіння Чуєш воскрес І вибрав тебе Алілуя Нашому Богу Прославим його Братисестрі Він уже Духом Святим Прийшов сюди На це місце І я чую його тію Алілуя Він є Бог живий Він сьогодні є з нами А вовче Він хоче сьогодні Вчити Він говорити Сьогодні хоче до твого серця Він хоче тебе наставити Бо ти є його дитина Він є твій батько І я знаю Він буде сьогодні давати Свої поради Він продовжує Свою працю І буде продовжувати Поки аж тебе не забере У своїй сері Молимся, братисестрі Та сидіть, підіймемся Молимся Дідко Більй carі Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы чувствуем, что мы не сироти. Аллилуйя. Мы чувствуем Тебе воскрешного в наших служениях. Аллилуйя Тебе. Хвала Тебе, поклонение Тебе. Господи, как Ты начался служить силою Твоей. Продолжу его дальше. Господи, нехай каждый чувствует, как святается место в присутствии Твоей. Аллилуйя Тебе. Слава Тебе, хвала Тебе, как отцу Сину и Святому Духу. Аминь. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Слава ему! Добро пожаловать на наш канал! 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 И он начинает думать, что мне сделать, чтобы встретиться с моим братом. И он отправит шесть стад, ставит овечки, козы, коровы, боли, одни за одними, делает вестань, за каждым стадом ставит раба и направит до своего брата Исава. И говорит, что когда вы встретите моего брата, скажите, что это моему Исаву, от раба твоего Иакова. Стада отправился, Иаков остается, переходить поток Иавок, и написано, что остался Иаков один. И говорит, что все сделано правильно. Сейчас брат стада увидит, сердце мягкое станет, скажет, брат, где ты есть? Но Иаков не спится, не спится, он остался один. Вы знаете, недавно звонит одна сестра и говорит, брат, предстоит операция, договорено с лекаром, есть хорошая палата, медикаменты куплены, но не спится, помолись, Иаков остался один. Кажется, все хорошо, ты подумал, все хорошо сделано, но он не спится, начинает бороться с Богом. И ухватился за ноги и говорит, что не отпущу, пока не благословишь. И аж до того, как сошла зоря, и сранку и идет Иаков на встречу своему брату Исаву. И когда увидел Исаву Иакова, побег на встречу ему, пав на плечи, стал обнимать и целовать. И в подтверждение до Иакова, каже, слушай, Иаков, а то, что я вчера зустрел, на что воно, у меня много есть, брат мой, ты не думаешь, что я бедный, у меня хватает. Это подтверждение Иакова, что твои овечки, то, что ты думал, предполагал, ничего не значит. Там, где ты боролся с Богом, где ты доторгнулся Его, это залог моего благословения. Ты сегодня думаешь, как помириться с братом, как, чтобы простила тебя твоя сестра. Памятай, на колинах, в зустречи с Господом, прийдет примирение. Аминь. Потому что Бог дивится за тобой. Аллилуйя. Анна в храме. Вона молится. Вона понимает, если в этой молитве я не доторгнусь до Бога, если я не отримаю сегодня ответы, придется ждать целый год. Аж пока снова придется прийти на жертвоприношение, и тогда я снова могу зайти в храм и поговорить с Богом. И она на колинах, а может стоить, не важно как, но она в храме. А священник Иллій дивится на нею. И когда он дивится на ее поведенку, на ее молитву, он делает заключение. Женка, ты пьяна, иди витрись здесь от твоего вина, а тогда придешь и будешь молиться. Знаете, какая бы наша реакция была? Пресвитер каже, ты пьяна, иди витрись весь. Может сказали б, да все, и тут правды нема. Думала, тута поймуть, зрозумеют, а они еще так кажут до меня. Но эта женщина, она хотела доторпнуться. Ей не важно, кто на нее дивится и что про нее скажут. Она шукает лице Господне. И говорит, нет, Господин мой, я женщина скорбящая духом. Вина и сикерия не пила, но я виливала перед Богом душу свою. Когда услышал священник Иллий, возможно, сам стал тверезый, говорит, женка, иди, и будет попрошением твоего, чего ты просила у него. И написано, что она вышла, и лицо ее уже не было печально. Она услышала, чтобы дана ответ. Аминь. Докоркнулась до Бога, блудный сын. Він повертался до свинячого корита. Він прийшов і дає свиням їсти. І хотів би сам те поїсти, але йому ніхто цього не дає. І прийшла думка. Я встану і піду до батька. Там наймите за столом хліб їдять. А я тута вмираю з голоду. Я встану і піду. І він починає йти. Замітьте, батько не чув цих слів. Батько не знав, що він говорив сам про себе. Але батько стоїть і чекає. І коли той син починає йти, то батько побіг на зустріч йому. Каже, синок мій пропадав і нашовся. Був мертвий і ожив. Він побачив, що син йде. Він бачив, як він виходив з хати. Високо піднята голова. Гарнов діти, гордий. Повні кармани грошей, але мертвий. А назад йде зігнутий, обірваний, зломаний духом. Але живий, бо йде до батька. Це торкнулося серце батька. Він каже, кращу одежу принесіть. Заколіть, ягня будемо веселитися. Бо він пропадав і знайшовся. Торкнулося серце батька. Як то нам сьогодні доторкнутися, щоби Ісус доторкнувся до тебе. Як то підійти сьогодні з вірою, щоби він глянув на нужду твою, на потребу твою або оче. А він сьогодні дивиться на тебе. Я пригадую своє життя. Коли я каєвся, я зайшов в одну хату, мене там ніхто не бачив. Я спав на грязному дивані. І коли я прокинувся, почало пропливати переді мною моє життя. І я дивився, немає що згадати. І там в тій кімнаті я спав на коліна. Став говорити до Бога. І Ісус, якщо ти є, поможи мені. Я стомився, я далі так жити не можу. Це була вся молитва. Але її почув Господь. Я піднявся з колін. Я відчув, що стало легко. В ту кімнату, в той дім прийшов сам Господь. Галілуя, амінь. Він почув цю молитву. Він сьогодні дивиться на твоє серце. Ти вже розводиш руками. І кажеш, я не знаю, хто дасть мені поміч. Де мій вихід? Хто поможе мені в моїй ситуації? Дотуркнися до Ісуса. А в оче написано, коли він прийшов в сторону Генісарецькою, приносили до нього всі хворих. І кажуть, дай нам дотуркнутися до краю одежі твоєї. А чого дотуркнутися? Скажи, Господи, плюнь на землю, злоби грязіво, помаж нам очі, чи поклади руки, чи відправ купальню сі логам. Ні, ми хочемо дотуркнутися. Ми чули, що зробив тіті жінці, як оставила їх вороба. Ми хочемо дотуркнутися. І написано, всі, хто дотуркався, получали сілення. Галілуя, амінь. Яке гарне слово і хороше сьогодні для тебе. Усі, хто дотуркався, получали сілення. Алілуя, сьогодні кличе тебе Ісус, дотуркнися до нього. І явиться сила його, або отче, яка буде уздоровляти тебе. Амінь. Яка коснеться внутріності твоєї. І дасть тобі перемогу. Стаєм і молимся. Амінь. 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 Песня. Аминь. 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 храм, дать место для Духа Моего. Аминь. Храм, дать место для Духа Моего. 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 Какой Это было в тюрьме, где я отбывал очередной срок наказания. Знаете, я не был каким-то великим бандюгой, я был мелким воришком, великим вруном, трусливым человеком. И вот туда пришла церковь, туда пришла церковь, киевская церковь, в ту тюрьму, где я сидел, отбывал очередной срок наказания. И я услышал Евангелия, они пришли туда в силе Духа Святого, с постом, с молитвой. Они проповедовали, рассказывали о воскрешенном Иисусе Христе, который любит нас, грешных людей, слава Господу. И знаете, мы свидетели Христовы, и недавно я проповедовал одному человеку, я говорю, вы знаете, я хочу вам сказать радостную новость, живой Бог любит вас. Он говорит, я не верю в живого Бога. Я говорю, вы так говорите, потому что на ваших руках не умирала жена, и вы не молились о ней, к воскрешенному Иисусу Христу, он не воскрешал ее. Вы так говорите, потому что, наверное, вас первенец и любимый сын не умирал в скорой помощи, и он умер там, мой сын первенец, он умер на руках у моей жены. Это было пять с половиной лет назад, и она позвонила мне, и она говорит, сын умер. Я говорю, тихо, тихо, не кричи. Она говорит, я в скорой помощи, сын умер, кровь почернела, все свернулось, все. Врач говорит, все, нету надежды, все, умер сын. Я говорю, у нас есть воскрешенший Иисус Христос, у нас есть церковь, куда мы можем позвонить, и нас поддержат. Я, кому мог, успел позвонить, я был в это время с друзьями, говорю, братья, у меня сын умер, умирает, давайте помолимся. Мы встали, помолились, я пошел дальше, знаете, ушел в комнату, встал на колени, час молился, 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 и покой пришел в мое сердце. Я говорю, Господь, я благодарю даже за эти полтора года, которые у меня был этот сын. Вот, но если ты его исцелишь, я еще не знал, что он умер тогда. Если ты его исцелишь, я обещал тебе, я обещаю, я его научу служить тебе, я его постараюсь все сделать, чтобы он стал твоим поклонником, чтобы он стал евангелистом, миссионером, служителем, чтобы он везде, на всяком месте проповедовал Евангелие. Я говорю, а если ты его забрал, я все равно тебя благодарю. Я все равно тебя благодарю, но Бог его воскресил, слава Господу. Народ Божий, не опускайте руки, сегодня мы есть причастники Божеского естества. Мы сегодня находимся в церкви живого Бога, слава Господу. В нас живет, и мы находимся в живом Иисусе Христе, который любит нас, который не оставит тебя. И если ты трудишься, трудись дальше, проповедуй Евангелие, молодежь, особенно я к вам обращаюсь. Знаете, я за свои короткие 16 лет, так один на один на улицах, очень многим людям засвидетельствовал. Я жду этого наследства, я быстрее хочу его получить. Я знаю, что мы его получим только тогда, когда мы всем, всему миру расскажем об Иисусе Христе. Поэтому я вас подвигаю, я вас ободряю. Проповедуйте Евангелие, любите Бога. На днях ко мне еще один сосед, пьяница, пришел. Ты футбол любишь, пьяный сидит? Я говорю, нет. А почему? Я говорю, люблю Бога и людей. Он, а хоккей любишь? Я говорю, нет. А почему нету места? Люблю Бога и людей. Люблю Бога и людей, дорогой друг. Сегодня вместе с тобой я благодарю Бога, что я сегодня здесь, на этом месте. Не где-то в другом месте, но здесь, на этом месте, где живой, воскресший Иисус Христос. И сегодня ты можешь Его благодарить, обновлять с Ним завет. Пусть тебя Бог благословит, дорогой брат и сестра. Дорогие друзья, кто еще сегодня не отдал свое сердце Господу? Сегодня день спасения. Сегодня вы можете отдать свое сердце Господу, стать счастливыми людьми, прославлять Его. И потом мы все вместе, все вместе пойдем туда, где нас ждет Тот, Который возлюбил нас до смерти, умер за наши грехи и воскрес на третий день. Слава Ему! Аминь! Благословим тот дом, где в каждом чистое сердце Слово святое Господа живет. Благословим тот дом, где в каждом чистое сердце Благословен, Благословен, Благословен тот дом. Благословен тот дом, Где в тихий час политвы Духом святым Господь спасается сердец. Где радость и счастье Любились в бытве И благодать излил Небесный наш Отец. Благословен, Благословен, Благословен тот дом. Благословен, Благословен тот дом. Благословен тот дом, Благословен тот дом. Славят Творца и Библию читают, Ибо застают будрости из рода в год. Благословен, Благословен тот дом. Благословен, Благословен тот дом. Благословен, Благословен тот дом. Благословен тот дом. Сегодня он живет среди нас. Слово Божие говорит, где вас двое или трое собраны во имя мое, там я посреди вас. Слава благодарения Богу, друзья. И вы знаете, мы сюда приехали из разных мест, преодолели разную дорогу, терпели неудобства для того, чтобы сегодня побыть в его присутствии. Слава благодарения Богу. Для того, чтобы вместе помолиться, постоять на этом месте. Где-то земля, полита слезами христиан. Слава благодарения Богу. И вы знаете, еще и еще раз услышать эту чудесную весть, что Он воскрес. Слава пусть будет вечно Ему. Благодарение. И я также хочу почитать с 12 главы Евангелия от Иоанна, 17 стиха. Народ, бывший с Ним, прежде свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазара и воскресил Его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою. Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за Ним. Из пришедших на поклонение, в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галилейской, и просили Его, говоря, Господин, нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Слава Благодарения Богу! Слава Богу! Вы знаете, елены это современные греки. И вы знаете, на тот момент уже Греция, она была очень прогрессивной страной. Там в то время уже была сильно развита философия, там была развита архитектура, там были развиты различные науки. Но эти люди пришли в Иерусалим. Эти люди пришли, и у них была одна нужда. Подошли к Филиппу, галилеянину из Вевсаиды, и говорят, Господин, нам хочется видеть Иисуса. Слава Благодарения Богу! Это было во время праздника, когда встречали Христа. Он туда приехал. И вы знаете, он туда прибыл. И вы знаете, и там было много стечения народа, и народ прославлял. Потому что слух прошел, что он воскресил Лазара из мертвых. И вот там встречали. И фарисеи на это все смотрели. И говорят, смотрите, весь мир за ним идет. И они завидовали этому. И вы знаете, там был величественный храм. В храме были служения. Там священники по чередам приносили жертвы. Там было все красиво устроено. Там левиты славили Бога. Там было на что посмотреть. Туда съезжались много людей. И вы знаете, эти елены, они не пошли до храма смотреть на то, что там происходило. Но те красивые обряды, которые там проходили. Там были такие, которые там смотрели. Но они пришли к Филиппу и говорят, господин, нам хочется видеть Иисуса. Слава Богу! И вы знаете, когда сказали о том Христу. И он говорит, пришел час прославиться Сыну. Слава благодарения Богу! Вы знаете, сегодня, если спросить каждого из нас, у каждого человека была какая-то мечта, наверное. Правда? Может, кто-то ехал послушать группу Авен Езер. Правда, нет? Кто-то ехал, знал, что будут очень хорошие свидетельства. Кто-то ехал послушать, может, приедут хорошие проповедники и услышим хорошую проповедь. И я так думаю, что мы все сегодня благословенны и пением, и словом. Верно, нет? Слава благодарения Богу! Но, может, на этом есть вместе люди, которые пришли для того, чтобы пережить встречу с Богом. Друзья дорогие, эта встреча произойдет. Вы знаете, те елены, они там, в своей стране, имели философию, имели архитектуру, могли куда пойти учиться, могли кого послушать. Ведь умных речей, они любили в этом провожать время. Мы читаем там Деяний и дальше апостолов. Но они пришли туда. Слух дошел, что он там есть. Они подошли к Филиппу. Я не думаю, что Филипп очень был сильно похож на господина. Но, вы знаете, они так пошли у них. Вот это место говорит о том, что у них был трепет и сильное смирение. А не Филиппа. Они пошли за господина. У них такое смирение было. И они говорят, господин, нам хочется видеть Иисуса. Сильная жажда. И Господь говорит, Иисус, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Слава, благодаря Богу. Вы знаете, что может изменить жизнь человека? Что меняет жизнь человека? Встреча. Встреча. Вы знаете, я когда-то пришел с армии, жил дома. И вы знаете, я не мог дома долго находиться. Я все шел и шел где-то. Много друзей, собрания, разборы. Куда угодно, только не дома. Дома вот заскочу, перехвачу и пошел. И вы знаете, когда я встретил свою жену, влюбился в ее и женился. То мне потом отец сказал, говорит, Миша, когда не думал, что ты такой домоседом станешь? Ты же дома пять минут не мог побыть. А то дома и дома. Что тебя изменило? Встреча. Вы знаете, встретил я, эта встреча изменила мою жизнь. Но вы знаете, сегодня люди часто тоже хочут поменяться. Кто-то страдает от своего характера. Кто-то страдает от ошибок, которые когда-то наделал. И сегодня ищет, как бы изменить свою жизнь. Мне один рассказывал, говорит, когда я вот наедине читаю слово Божие, мне кажется, я такой хороший. Так все понимаю. Но только кто-нибудь меня уколет, неправильно посмотрит. Мой уста открывается, а то вот такое вылетает. А потом думаю, Боже, когда я поменяю все? И все меняюсь и никак не изменюсь. Вы знаете, изменить может только встреча. Слава благодарения Богу. Может встреча. У меня есть один друг, он сегодня служитель, пастор церкви. Но когда-то, когда мы проводили евангелизацию в одном тихом городке небольшом, на Белоруссии, там. Вы знаете, мы поставили автобус свой с другом своим. И уже хотели идти в дом на отдых. А у нас машина была такой буст. И там было впереди написано «Живая вода». А по бокам большими буквами такими «Христос, надежда, мира». И вы знаете, пришел человек такой темный весь. Такой, знаете, понурый весь. И он пришел за нами. И мы у него спрашиваем. Что вы хотите? Что ты хочешь? Он говорит. Вот прочитал на этом автобусе вашем, что «Христос, надежда мира». И подумал. Может быть, есть надежда и для меня. Я говорю. В чем твоя проблема? Он говорит, такие, как я, люди, жить на земле не должны. Я много раз хотел покончить жизнь самоубийством, но не мог. Я говорю, почему ты так думаешь? Потому что я, говорит, наркоман. И мне, когда хочется дозы, я прихожу домой, беру за грудь своего отца, который меня вырастил, который любит очень меня. И я беру его за грудь и бью им об стену. Я выколачиваю с ее деньги. И моя мама прячется по соседям. Она прячется, потому что она больная. Она не выдержит таких испытаний. Когда я уколюсь, и этот кумар проходит, тогда я ищу петлю. Я бегу тогда под поезд. А мой папа меня вытаскивает из петли и ведет с поезда. Такие люди, как я, жить на земле не должны. Я говорю, давай пойдем в дом. Мы зашли в дом. Давай помолимся с нами. Нет, я не могу молиться. Но тогда сиди мы за тебя будем молиться. И мы там молились за его. И он ушел. Ушел мы, пригласили его на богослужение. Но он не пришел на богослужение. Вы знаете, один раз не пришел, второй раз. Потом мы за ним заехали. Мать вся в слезах. Пошел снова под поезд. Там за домом ихним было насыпь, поезда ходили, железная дорога. И вы знаете, и смотрю, отец его ведет от той железной дороги. Мы его пошли, ехали с нами. Не пойду. Но пришел момент такой, когда он через две недели уже где-то пришел. И он покаялся. Слава благодарению Богу. Покаялся, покаялся. Курова отлетела быстро. Водка отлетела. Все вроде и оставил. Но характер еще и остался. Характер такой заводился на холодной воде. И жена его покаялась. И все. А у него такое творится. И так ему читаем в Библии, что надо так и так и молиться. И все. Ничего не получается. И однажды я звоню пастору той церкви и спрашиваю, ну как там Сергей? А он мне говорит, не узнать. Вообще, как будто и не он. Молчит, улыбается. Пригласил помочь дом молитву не строить. Пришел, не спорит. Он всегда спорил. А то не спорит. Что скажешь, делает. Думаю, слава Богу. И вот пришло время, мы приехали и с ним кушали. Он нам встретил. Вот, у него парадок уже дома был. Все. Ну и начали разговаривать. Все. И он нам открыл, что было. Шел по улице, по дороге. И думал, Боже, чего я такой? Ну что такое? Когда я уже поменяюсь наконец? И когда я шел навстречу мне, и шел Иисус. И Он встал передо мною. И Он мне ничего не сказал. Но когда Он посмотрел на меня, я посмотрел в ее глаза. То я как будто был голый. Знаете, когда человек голый, ему хочется прикрыться. И я хочу чем-то прикрыться. Я был одетый. Но мне хотелось чем-то прикрыться. Но не было чего. И Он так посмотрел на меня и пошел. И вы знаете, ее как подменило. Слава, благодаря Богу. И Он уже пастыр церкви сам. Мы часто им встречаемся. Я гляжу, на него улыбается. Такой, кажется, доброй души нету. Такой всегда приветливый, хороший. Его изменили ни лекции, ни арбрады церковные. Ни лекции никакие. Ни просьбы, ни гросьбы. Ничего его, кажется, не могло. Встреча. Он встретился с Иисусом Христом. У него сильно была жажда с Ним встретиться. Друг, дорогой, для тебя хорошая весть. Может, ты сражаешься своим характером, как тот Дон Кихот с мельницей. Может, ты страдаешь от своей болезни, которую никто не может исцелить. Может, у тебя семейные проблемы. Знай, пришел час прославиться Сыну Божию. Аллилуйя, слава, благодарение. Он сегодня Духом Святым. На этом месте Он ждет тебя. От тебя нужно только сильное желание, чтобы ты смирил свою гордыню, чтобы сегодня сказал Господи, я никто и моя фамилия никак. Но сегодня я хочу тебя пережить. Пережить встречу с тобою. Аллилуйя, слава, благодарение. И для тебя настанет час. Твоей жизни в твоей судьбе, в твоей семье, в твоем теле, в твоем духе прославится сегодня Иисус Христос. Для этого давайте сложим Ему, жертвенник на этом месте. Молитвы нашей поднимем наше сердце к Богу. Поднимем наш голос, чтобы Он знал, но мы Его ждем. Мы ищем сегодня Его на этом месте. Он нужен нам. Аллилуйя, слава Ему. Аллилуйя, вечный Бог. Хвала, благодарение Тебе. Благодарение Тебе. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, шей, бинтер, мандали. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, слава, благодарение Тебе. Благодарение Тебе. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, слава, благодарение Тебе. Ор, мандал, роман, дали. Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Слава! Хвала! Благодарение Тебе! Благодарение Тебе! Аллилуйя! Шеймон Таларом Андрея! Аллилуйя! Вечный Бог! Благодарение Тебе! Аллилуйя! Слава! Хвала! Хвала! Благодарение Тебе! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Шеймон Таларом Андрея! Аллилуйя! Слава! Хвала! Вечный Бог! Благодарение Тебе! Аллилуйя! Слава! Хмала! Благодарение Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Хмала! Благодарение Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Хмала! Благодарение Тебе! Отец! Слава Тебе! за Сына Твоего Иисуса. Аллилуйя, слава Тебе, прославлено пусть будет имя Твое. Аллилуйя, и возвеличено, как имя вечного Бога. Аллилуйя, аминь, аллилуйя, слава, хвала, благодарение, благодарение. Аллилуйя, пройдет сердце к сердцу. Аллилуйя, ты коснись жаждущим сердцам. Аллилуйя, аминь, аллилуйя, слава, благодарение Тебе, благодарение Тебе. Аллилуйя, слава, благодарение Тебе. Аллилуйя, отец, хвала Тебе за Духа Святого. Аллилуйя, слава Тебе за продвечное Слово. Аминь. Аллилуйя. Гампала, Романта. Аллилуйя. Слава, хвала. Аллилуйя. Слава, хвала. Благодарение Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава, хвала Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за милости Твои, Господи, как сладка Твоя вода. Хвала Тебе, Господь, за силу Святого Духа, за то, что Ты сегодня среди нас, и можем сегодня, Господь Иисус, прикоснуться к Тебе, когда я женщина, когда я Мария, Боже, сегодня, ожидая Тебя, уметь встречу с Тобою, Аллилуйя, слава Тебе, Аллилуйя, хвала Тебе, Господь, нам нужно с Тобой встреча сегодня, Господь Иисус. Сегодня народ жаждет Тебя, прикоснись, Господь, сегодня к больным местам, прикоснись, Господь Иисус, разлить вечераны сердца, Господи, яви милость Твою святую, Господи, благослови, Господи, яви милость Твою святую, народу Твоему, и прославься сегодня в нашей жизни, вечный Бог, за все мы Тебя благодарим, за раны пронзенные, за кровь пролитую, за крест Твой, Голгоф, и слава Тебе, благодарение Тебе, хвала Тебе, величие, честь и поклонение, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Скажем еще раз слава Богу, за Его великую милость, за Его великую благость, которую Он являет нам, народу Божьему. Бог положил нам в сердца приехать сюда, к вам, просто побыть с вами, приехать в украинский Иерусалим. И как апостол Павел желал тогда быть там, в израильском Иерусалиме, так и нам Бог положил быть в украинском Иерусалиме. И мы сегодня здесь вместе с вами. Бог да благословит и поможет, и я хотел немножко, коротко засвидетельствовать себе. Это было более 20 лет назад, когда ваши братья, группа Эвен Эзер, они начали приезжать туда, в Германию, и они привезли такую прекрасную песню «У дикого гуся могучие крылья». И когда я впервые услышал эту песню, там говорится о молитве. И я, будучи тогда еще мирским человеком, жена моя была в церковь, я ее привозил в церковь, и там я это услышал. И когда я так задумался, и я думаю, я попробую, что сделает эта молитва со мной. И она совершила чудо. Она совершила чудо, она поставила мою плоть на колени и соединилась с великим Богом. Соединила в духе. И знаете, я молился, и все то, что годами собиралось в моей плоти, все то, что дьявол хотел разрушить, оно все выходило через меня, из моей кожи. И Бог прославился велико в моей жизни. Сегодня я с Господом. И сегодня я благодарю Бога моего, что Он дал нам эту возможность встретиться здесь, с братьями, которых коснулась уже седина. И я уже не молодой. И я уже не в тех годах. Но Бог тот, вчера, сегодня и в веки тот же. И вот Бог сегодня совершает свое определение здесь, на этой земле. Не имеет значения в Германии. Не имеет значения здесь, на Украине. Живой Бог. Слава Ему. И хотелось бы зачитать одно местописание. Осия, 10 глава, 12 стих. Сейте себе в правду, пожнете милость, распахивайте у себя на вину. Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Скажем, слава Богу. Слава Богу. Время взыскать Господа. И я бы хотел коротко сказать три определения. Три определения. Как в свое время Иисус Христос задал вопрос Петру. И Петр ответил. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Признай это. Признай это. Сильно, сильно. Познай это глубоко в своем сердце. Второе определение. Марка, 12 глава, 30 стих. Возлюби Господа Бога твоего. Возлюби всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей умением. И вторая заповедь. Ближнего твоего. Возлюби. И Бог совершит в твоей жизни великое. Я сегодня обращаюсь к каждому из нас. Здесь, на этом месте. И я просто прошу вас, братья и сестры. Поднимите голову ваше. Избавление наше приближается. Слава Ему. Слава Ему. Я хотел еще зачитать одно местописание. И вместе с вами коротко помылиться. Мы знаем, что время держит нас в капкане. Но мы знаем, что у Бога и у Слова Божьего нет капкана. Слава Ему. Итак, Еремия, 29 глава. Я зачитываю с 11 стиха. Ибо только я знаю намерение о вас. Намерение во благо, а не во зло. Чтобы дать вам будущность и надежду. Скажем, слава Богу. И Бог далее говорит. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь в ней. И я услышу вас. Бог всегда говорит каждому из нас. И я услышу вас. И далее Он говорит. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами». Братья и сестры, если кто-то потерял это общение с Богом, и если где-то дьявол обворовал, обманул, взыщите. В защите Бог говорит, и я буду найден вами. Бог желает иметь общение с народом своим, как Отец земной желает иметь общение с детьми своими. Так Бог всемогущий желает сегодня иметь общение с вами. Да благословит вас Господь. И сохранит, и вдохновит великую силу наступать на змеи и скорпион, и на всю вражью силу. Слава Богу. Аминь. Помолимся. Господь, слава Тебе. Слава Тебе и благодарение вечному невмену. Слава Тебе, Божий, святый Божий всемогущий. Мы благодарны Тебе, Божие, за эту встречу, Божие. Мы благодарны Тебе, Господи, Владыка Равадус, что Ты пребываешь на этом месте, Божие. Что Ты здесь, Владыка всемогущий Божий. И рукою Твоею, Божие, совершаешь определение Своей, Божие. Рукою Твоею, Божие, касаешься сердца народа Твоего, Божия. Рукою Твоею, Владыка всемогущий. Ты поднимаешь народ Твой, Божий. Аллилуйя, слава Тебе, Божия. Аллилуйя, благодарение Тебе, Божия. Аллилуйя, слава, слава, слава. Господи, Владыка Равадус, Ты сам сказал, пойдете и помолитесь. Аллилуйя, Равадус. И взыщите всем сердцем. Аллилуйя, и я буду найден вами. Аллилуйя, Господи, благослови нас на всех путях, дорогах нашей Божьей. Благослови, Владыка всемогущий, на всех поворотах жизни Божьей. Сохрани рукою Твоей, могущей. Да прославится Твое вечное имя, вечного Бога, Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Я жду с надеждою от Бога Наследство получи. Славное утро, славное утро. Я знаю, там не будет скорби, Там лень я вовек. Славное утро, славное утро. Славное утро, светлое небо. Славное утро, Христос воскрес. Не в уме вместе возносим славу. За воскресенье Спасителю хвала. Ответ все слезы Спаситель, Солчей моих вовек. Славное утро, славное утро. Изменит он печаль всю радость И рамы и цели. Славное утро, славное утро. Славное утро, светлое небо. Славное утро, Христос воскрес. Не в уме вместе возносим славу. За воскресенье Спасителю хвала. Славное утро, славное утро. Славное утро, славное утро. И танцы с домом будем вместе, Неразлучны навсегда. Славное утро, славное утро. Славное утро, светлое небо. Славное утро, Христос воскрес. Не в уме вместе возносим славу. За воскресенье Спасителю хвала. За воскресенье Спасителю хвала. За воскресенье Спасителю хвала.